Проблема в том, что с нашего дома, если посмотрите, забирают по тарифам 14 с лишним рублей за квадратный метр на ремонт. При этом ни разу ни отчетов о ремонте не делалось, ни так далее. Сейчас вот они новые бумажки разослали, предлагают нам два варианта. Сколько там, 17 и 16 копейками. Ну то есть, в любом случае, почему-то тарифы от балды, хотя, опять-таки, в постановлениях, во всех документах нормативных, сказано, что они, в случае, если не соответствуют, должны представить сначала обоснование, а потом проводить такие вещи. То есть, как хотят, так и начисляют. С 2008 года, вот здесь договор лежит, если хотите, посмотрите. Собрано должно быть 9 миллионов 736 тысяч до конца этого года, то есть до декабря месяца, когда у них истекает срок договора. Это деньги только на содержание лифтов, мусоропровода и жилья. Мы их просили отчитаться по этим деньгам, куда, значит, согласно договора, они должны в течение одного месяца после окончания отчетного периода отчитаться по истроченным деньгам. Значит, два с половиной года прошло, да нет, уже, наверное, уже третий год уже идет спокойно, вот. Мы ни одного отчета не видели. Когда приходишь к бухгалтеру, он говорит, у нас все в центре, я ничего не знаю, а туда тоже не попасть. И вот замкнутый круг. Самое главное, что просто-напросто комфорт, не желает вообще ничего делать. Температурные швы как не заделывались, так и не заделываются. Если посмотреть в четвертом подъезде в сторону лифтовой снизу вверх, вот на данный момент можно видеть небо. Просвечивается насквозь стена. Двадцать лет как текла у меня на десятом этаже потолок, так он и текет. Я к этому и говорю. Пока в мэрию не сходила, два года назад, крышу мне ни хрена не заделали. Я к этому и говорю. Двухлитровая дыра. Хорошо. Ужас. Это не только у моей квартиры. Когда доделывали ремонт, мы попросили, что когда у нас будут здесь восстановят и все остальное прочее. Попросили сделать пандус, то есть попробуйте коляску завести на детскую площадку. На что управляющей компанией было отвечено. Для бомжей, дарную территорию и пьяниц мы облагоражать не будем. Петя гуляют, а тут еще покурить могут рядышком. А что такое? И не только покурить. Да, и конец у тебя пьют. Бомжи тут с восьми утра у нас строятся просто. Решений может быть несколько. Во-первых, это по-любому мы требуем с управляющей компанией отчета за те деньги, которые мы уже заплатили. На что они ушли. Созываем техническую экспертизу, которая проверила бы состояние нашего дома. Так как на сегодняшний день проблемы с горячим водоснабжением. За эти деньги все равно за нас снимаются. Температурные швы у нас текут. У нас муравьи. После ремонта дворовой территории у нас не было приведено в порядок территория двора. Что они обязаны были сделать после этого ремонта. Мы хотим разобраться с тем, как расходуется электроэнергия из нашего дома. Про тепло мы уже с вами говорили. Потом у нас по умолчанию, даже тем людям, которые платят регулярно, по умолчанию выставляются пени. Что они не имеют права делать. Какой главный итог сегодняшней встречи вы считаете? Первое. Люди согласились на создание совета дома. Это первое. Это очень большое дело. Второе. Приняем решение. После того, как мы отстоим себя в прокуратуре, как совет дома, мы начинаем процедуру создания ТСЖ. Это очень большое решение.